Теперь, у нас сегодня будет три темы. Мы рассмотрим орфографические ошибки, пунктационные ошибки. И сегодня мне впервые хочется поговорить о речевых ошибках. О тех ошибках, когда я часто студентам и абитуриентам говорю, так не говорят по-русски, это неправильно, нужно найти другое выражение. Очень часто я стала встречать в постах у блогеров такие ошибки, которые режут не глаз, а слух, звучат некрасиво. Итак, начнем с пунктационных ошибок. Напоминаю, мы с вами учили уже неопределенные местоимения и наречия. Это вот такие, в которых есть частицы «то» либо «небудь». Есть детское правило, но очень классное. «Кое то» либо «небудь» черточку не забудь. Значит, слова «кое-что», «кое-кто», «где-то», «где-либо», «кто-нибудь» – все они пишутся через дефис. Вспоминаем, что дефис – это короткая черточка, а не длинная, потому что длинная будет уже тире, это совершенно другой знак. Внутри слова тире не ставится. Ставим дефис. Еще раз, постоянно напоминаю, что когда вы садитесь меня слушать, держите под рукой блокнот, обязательно блокнот и ручку. Можно записать «кое то» либо «небудь» черточку не забудь. И привести пример. «Что-то», «что-либо», «что-нибудь», «кое-что» – все это пишется через дефис. Ну и с остальными местоимениями и наречиями тоже я вам привела пример. Следующее. Учили с вами союзы. Союзы «за-то», «чтобы» пишутся слитно. Есть ли это союзы? Проверить легко. Сегодня встретила ошибку буквально за час до эфира. «Зато» – «союз» написан раздельно. «Зато» – в два слова. Это совершенно уже другая часть речи, другой смысл. Как мы проверяли такие союзы? Другими союзами. Если слово «за-то» можно заменить союзом «но», словом «но», значит, это союз, его надо писать слитно. Помним об этом обязательно, потому что, говорю, другой совершенно смысл. В предложении было «за-то», «сколько пользы будет». Если мы напишем раздельно «за-то», это вот «за-то дерево», «за-то здание», например, «сколько пользы будет». Абсолютно бессмысленно. Но если мы заменим «за-то» словом «но», то будет «но», «сколько пользы будет». Видите, какая большая разница, да? Так, следующая у нас ошибка, которая часто-часто встречалась. Буквально недавно целая серия постов у меня вышла про частицу «не» и «ни». Но все-таки продолжают ошибаться. Вспомните, пожалуйста, что если у вас «ни» повторяется, то это уже не частица, а союз «ни», «ни», повторяющийся, союз «ни». Здравствуйте, кто-то к нам присоединился. Марта, по-моему. Да, добрый вечер, Марта. Такое, например, предложение. Не умываю лица ни утром, ни вечером. Я предложение беру реальное, те вот, которые у вас буквально в ваших постах написаны. Может, вы там друг друга будете узнавать или еще как-то. Но я сомневаюсь, потому что у меня широкая аудитория, и навряд ли вы пересекаетесь. Итак, «ни-ни» – это двойной союз. Не забываем ставить запятою. «ни утром», «ни вечером». Но ни в коем случае «ни-не». Нет у нас повторяющегося союза «ни-не». Звучит это просто ужасно. Да, еще. Сегодня задали смешной вопрос. Да, как писать нифига. Я не пользуюсь этим словом в своих постах. Но сказать «в речи в устной» – да, я говорю, конечно. Да, многие говорят это слово, да, чтобы заменить более крепкие выражения. Ну, вот некоторые блогеры переносят это и в свои посты. Я предложила четыре варианта, как это делается. Выбирали, склонялись. Были правильные варианты, были неправильные варианты. Я скажу вам, как правильный вариант. Это не значит, что я одобряю или призываю вас использовать это слово. Вы используете, используете. Взрослые люди, выбор слов, выбор лексики за вами. Итак, нифига. Согласно правилу, ой, извините, пожалуйста, справочнику, словарю Ожегова и моей любимой грамоте. Пишется раздельно из частицы «ни». Ни фига. Раздельно. Это как вот, ну, ни черта нет, да, ничего абсолютно нет. Пишется раздельно, потому что практически у всех я вижу слитное написание. Нет, это не слитно. Нужно писать раздельно. Какая тебе умора, а вот правда. Вы почитайте посты, вы, может, не обращали внимания. Почитайте, там действительно это слово часто используется, часто вообще пишут, но только что неправильно пишут. Так, сегодня встречала слово «старицей», и «старицей» вам вернется. Слово часто используется блогерам, все друг друга поучают, как жить. Почему я на нем заострила внимание? Потому что меня спросили, а как правильно произносить. Понятно, что в ваших постах это не видно, произношение не слышно, никакого произношения. Но вопрос хороший, да, потому что очень часто мы пишем, а как правильно произнести, большинство не знают. Ну и, наверное, ленятся заглянуть в словарь. Вот я всех отправляю, отсылаю, если не сказать, посылаю в грамоту.ру. Это мой любимый портал, там множество словарей. Слово набрал и сразу по всем словарям вам проверят. Так вот, «старицей» вернется, да, то есть многократно вам вернется. Запомните, пожалуйста, это произношение. Так, теперь что касается пунктуации. Мне очень жаль об этом говорить, но здесь просто мы в какой-то яме сидим, потому что со знаками припинания – крах, полный, трэш и так далее. Можно подбирать синонимов сколько угодно. Итак, начинаем разбирать. Пожалуйста, ставьте знаки припинания в сложных предложениях. Сложные предложения, говорю, только по названию сложные. На самом деле они простые. Ну, понятно, что все эти сложные предложения состоят из двух, из трех простых предложений. И простые предложения очень легко отделить. Вы, в общем-то, пишете довольно однотипными предложениями. Я думаю, я считаю, мне кажется, или вы можете не писать слово «мне», «кажется», да, думаю, считаю, полагаю, и дальше вы говорите, что вы там думаете, считаете, полагаете. Вы пишете «Союз что?». Перед «Союзом что?» вы уже должны поставить знак припинания. Я не буду говорить, вы всегда перед «что?» должны ставить. Это неправда. Вообще-то что-то еще местоимение. И перед ним ставить абсолютно не нужно никакого знака. «Купи мне что-нибудь». Не нужен тут никакой знак. Но когда вы сообщаете, что вы думаете, полагаете, считаете, то есть вы сообщаете еще одно предложение, еще одну мысль, непременно ставьте. Ну, перед «что?» все-таки знаки припинания стабильно появляются. Почему-то вы полностью игнорируете слово «кто?». «Кто?» – это союзное слово тоже. Непременно перед ним нужно ставить знак припинания. «Никто не знает, кто его там что-то». Или «никто не знает, кто приедет на бал». «Никто не знает» – это уже одно предложение. А кто приедет или кто еще там что-то спросит, скажет – это уже другое предложение. Не лепите вы вместе. Ну, просто невозможно иногда понять предложение. Прочитать возможно, понять невозможно, да. Смысл теряется, если не стоит знак. Непременно. Все, кто пришел на субботник, вы с двух сторон ставите запятые, да. Узнал там что-то или сделал что-то, или был награжден. Кто пришел, кто узнал, непременно выделяем знаками припинания. Это сложное предложение. Первый, кто правильно ответит на вопрос, да. Первый, запятая. Кто правильно ответит на вопрос, запятая, получит открытку. Вот так мы ставим знаки припинания, да. Обязательно обратите внимание. Вот здесь… Нет, я, наверное, вернусь к речевой ошибке чуть позже. Так, еще со словом «кажется». Мне кажется, кажется что-то там. Неважно, будет ли это первое простое предложение в составе сложного, или это будет вводное слово, непременно нужно поставить знак припинания. Мне кажется, что… Вы там не правы, да. Или «кажется, я понимаю, почему…» Здесь три предложения. «Кажется», ставим знак припинания, я понимаю, вы уже сообщили другую, да, мысль, запятую. «Почему он не пришел?» Это третье предложение. Посмотрите, предложение сложное по структуре, но для нас оно привычно, обычно оно простое, в общем-то. Но состоит оно из трех мыслей, которые вы должны знаками припинания отделить друг от друга. Не забывайте ставить знаки просто. Это на самом деле просто смыслы, смыслы. А вы эти смыслы слепляете, смешиваете, если у вас знаков нет. Так, теперь мои любимые вводные слова. Ну, я уже сказала про слово «кажется», которое вообще-то довольно сложно, потому что «кажется» может быть и сказуемым, главным членом предложения, и вводным словом. Может быть, и вот здесь, конечно, может быть путаница возникнуть, да. Но я хочу сказать про слово «например». Вводное слово «например» вы всегда должны обособлять, то есть выделять знаками припинания. Если оно стоит у вас в начале, «например», запятую поставили и пишите, что вы там, какой пример приводите. Если в серединке оно попалось, я вот, например, да, что-то там хожу туда-то, покупаю там-то. Здесь нужно непременно его с двух сторон выделить, поставить знаки припинания. Это очень распространенное вводное слово, поэтому непременно ставьте знаки припинания. Ну, про слово «конечно» я, по-моему, уже язык намозолила, и вам все уши прожужжало, но буду и дальше говорить, потому что «конечно» всегда является вводным словом. Где бы вы его не сказали, в начале, в середине, в конце предложения, всегда будет знак припинания. Поэтому не забывайте ставить его. Так, это то, что касается сложного предложения. Давайте поговорим о тире. Когда-то я писала посты, очень еще давно, получается, ну, может быть, полгода назад, для Инстаграма это давно, конечно, или 8-9 месяцев назад, когда мы ставим тире. Вот, тире мы ставим в простом предложении, да, если у нас подлежащие и сказуемо выражены предметами, неважно, какие это предметы, одушевленные или неодушевленные, то есть предметы – это слова, которые отвечают на вопрос «кто что», да, название этих предметов. Например, внутренний двор собора – это кладбище. Здесь двор, кладбище. И то, и то слово отвечает на вопрос «что». Два главных члена предложения отвечают на вопрос «что». Непременно надо поставить тире, длинную черточку. Ну, детям мы еще говорим, что вот ориентируемся на слово «это». Это помогает, да, нам «это кладбище». Ну, уберите слово «это», все равно нужно поставить знак «тере». И опять же, слово «это» часто указательное местоимение, да, «этот дом» был там не новый, например, да, или современный. Здесь же вы не будете ставить никакого тире. То есть, может, вот всегда ставим перед этой, это может, кажется, сбивать с толку. Опять, ориентируйтесь на смысл. Пауза здесь очень гармонична, она прямо напрашивается. А вот в таком предложении повышать выносливость тоже важно. Ни в коем случае нельзя ставить тире, потому что здесь не соблюдается вот это правило. Даже если вы делаете паузу, вам хочется сделать, но здесь нет никаких оснований для этого тире, да. Повышать выносливость тоже важно. Повышать выносливость важно. Нет, ставить здесь ни в коем случае нельзя. Так, то, что касается знаков припинания, я вам рассказала, да. А, да, еще про одно, про одно вводное слово «в общем». Его очень часто путают со словом «вообще». «Вообще» пишется слитно с двумя буквами «о», а «в общем» пишется раздельно, ну и, соответственно, с одной буквой «о». А так как это вводное слово, не забываем его, опять же, знаком припинания выделять. В общем, там что-то, там не дописало предложение, там что-то находилось, да, или там было там то-то. Сами можете придумать это предложение. Слово «вообще», он вообще ничего не понял, вводным словом не является. Мы его никогда не выделяем. А то сплошь и рядом вижу, что ставят знаки, при слове «даже» ставят знаки. Эта частица, они просто усиливают наши эмоции, но выделять их знаками совершенно не нужно. Так, теперь то, что касается речевых ошибок, о которых я вам говорила, очень смешные некоторые, извините, если я буду иногда смеяться. Пожалуйста, Катя. Вот, ну, например, встретила выражение такое «экономика сил». Я думаю, вы сейчас сами поняли, да, что нельзя... Катя, если вы у себя что-то узнали, какие-то ошибки, это здорово, потому что узнал ошибку, да, уже помним и уже стараемся так не делать. Почему я говорю, что блокнот рядом вот лежит? Если вы всегда будете посещать, ну, или чаще посещать эфиры, то у вас постепенно этот справочный материал накопится, классифицируется, потому что я обычно повторяю часть предыдущих эфиров, так как люди у нас приходят и новые, и разные, да, то я стараюсь повторить их. Так, экономика сил. Давайте вернемся к этому. Ну, экономика. Вы же понимаете, что экономика сил в природе не существует. Я не знаю, как может прийти в голову взрослому человеку это написать, но, однако, пишут. Силой надо экономить, поэтому, конечно, существует экономия сил, да, не забываем про это. Экономия сил, по-моему, очень устойчивая. Экономия времени, экономия сил, экономика может быть, кого-чего, экономика страны, например, экономика государства, или какая экономика, да, может быть, но только не экономия сил, это точно. Так как мы очень часто ссылаемся на мнение кого-то, пишущего человека, писателя, да, писателя, поэта, художника, то у нас очень часто возникает такое близкое соседство двух однокоренных слов. Это режет и слух, и глаз, я хочу вам сказать. Ну, например, сейчас вы поймете, писатель описывает, вот сейчас я произнесла, да, писатель описывает там картину, не знаю, что он там описывает, жизнь, например, да, в 19 столетии, жизнь крестьян в 19 столетии. Придумала тоже, господи, ну ладно, уж такое предложение. Писатель описывает некрасиво, можно заменять, да, не писатель, а, не знаю, там, сочинитель, автор, поэт, фамилию ставить этого писателя. Вместо слова описывает, можно слово изображает, например, рассказывает. Вот, ну, следите за тем, чтобы не были однокоренные слова вместе. Некрасиво это звучит. Еще встречается такое выражение, у вас некого человека. Мы произносим «некого человека», это нормальное выражение, но в нем постоянная ошибка. Пишут «не-ко-го-человека». На самом деле там буква «е», «не-ко-его-человека». Буква «е», не теряем, иначе оно звучит неправильно, оно смешно звучит. Я когда это вижу, ну, я просто смеюсь. Пусть, и также другой грамотный человек, если это видит, это действительно смешной, некого человека. «Некого». Пусть даже в речи, возможно, это «е» глотается, плохо слышна, неважно. Мы говорим не так, как пишем, и пишем не так, как говорим. Это нормально, и в этом слове нет ничего сложного. Так что запоминайте «не-ко-его-человека», и все нормально. Так, еще возникла, значит, такая проблема. Я даже специально по словарям себя проверила, когда увидела, что захоронен человек. Мне почему-то это не очень выражение понравилось. Я думаю, захоронен, часто захоронен, ну, не знаю, радиоактивные отходы захоронены для меня. Или животные, захоронение животных. Мне вот почему-то не понравилось это сочетание. Я в грамоту.ру, в другие словари, зашла и посмотрела. И мне хочется поделиться, что я там увидела, потому что мы действительно часто пишем посты на исторические темы, и эти слова встречаются, нормальные слова, но просто их нужно правильно использовать. Итак, захоронение – это место погребения. Я это прямо из словаря выписала. Похороны – это обряд, процедура погребения. Отсюда получается, что похороны – это… Если человек похоронен, то он предан земле вот во время этого обряда. Предан земле во время обряда. Выполнен обряд похоронный. Захоронен человек предан земле без обряда. Вот поэтому можно говорить, захоронение животных, захоронение радиоактивных веществ. Ну, понятно, что никто никакого обряда не проводил. А люди, когда они похоронены, да, то есть их тела предали земле во время обряда. Я думаю, что все-таки это разница. И нужно помнить об этой разнице, когда мы пишем, да, потому что очень многие сохраняют наши посты. Ну, я так надеюсь, что сохраняют. И учатся, получается, у нас. И повторяются о нами. Поэтому, если мы можем правильно говорить, ну, я думаю, если ты себя блогером назвал, да, то, значит, ты должен стараться быть примером и писать правила. Назвался Грузин, полезай в кузов, что называется. Правда? Если у нас сейчас как, если ты блогер, то это встречают по одежке, а провожают по умению выделять, обособлять депричастные обороты. Я тоже, я вот так думаю. Поэтому будьте внимательны, как используете вы слова. Иногда, правда, вот я грамотеру пользуюсь чуть ли не ежедневно, несмотря на то, что у меня там три десятка лет практики, не стесняюсь посмотреть, уточнить что-то. И всех-всех-всех приучаю. И студентов, и детей, и родителей, и вот и вас тоже пытаюсь научить пользоваться словарями. Потому что это правильно. Это культура труда. И нашего писательского, и вообще это, я считаю, умение присуще интеллигентному человеку. Вот пользоваться словарем. Так, вернусь еще к такому предложению. Дает объемную картину для мышления. Я голову просто сломала над этим выражением. Как так можно говорить? Дает объемную картину для мышления. Ну, дает, со словом дает представление, думаю, да? Дает представление о чем-то. Вот мне это понятно. С картиной. Какие слова у нас? Рисует картину, да? Рисует картину. Ну, если мы подставим, дает представление для мышления, мне это тоже не особо нравится. Точно так же, как и рисует картину для мышления. По-моему, наше мышление само и рисует эти картины. Пожалуйста, будьте внимательны, когда вы соединяете. Здесь предложение даже невозможно исправить. Не как вот предыдущее, да? Давайте слово захоронение поменяем на слово, вернее, захоронен на слово похоронен. И все, мы исправили. Все отлично, все замечательно. Или вместо писателя описывает, писатель изображает. И оно отлично зазвучало. То вот такую абрукадабру дает объем... Извините, но это так. Дает объемную картину для мышления. Исправить вообще невозможно. И ум за разум просто зайдет, если писать вот в таком стиле еще что-то. Так, все покритиковала всех. Ну, надо, надо, надо делать замечания, исправляться, да, чтобы на самом деле были красивые посты. Вот красивые с точки зрения орфографии, пунктуации. Когда посты грамотные и правильные... Ой, ну красота! Это эстетическое наслаждение просто. Да, одно слово упустила, скажу о нем, хотя оно теперь уже не в строку после речевых ошибок. Слово «вовсе». Вовсе. Несколько раз на этой неделе встретила его почему-то раздельно. Его пишут. Это наречие «вовсе». Я не знаю, как можно его писать раздельно. Вот «пустился во все тяжки» – да, раздельно. То есть тяжки какие? «Вовсе». Здесь местоимение. Местоимение с предлогом пишется раздельно. Но «вовсе». «Вовсе не рад», например, да. «Вовсе не готов». Нет. Это, скорее всего, частица «вовсе». Да, и писать ее нужно только слитно, вот в том контексте, который я вам привела. Пожалуйста, не забывайте об этом. Так, теперь начала анонсом. Закончу тоже анонсом. Еще раз напомню про свой YouTube-канал. Буквально на днях я разместила новое видео, шпаргалка по фонетическому разбору. Я понимаю, что я указала там для учащихся первых, четвертых классов. Это актуально для тех, у кого есть дети-школьники. Это для родителей больше я делаю, чем для детей. Хотя и для детей тоже. И учащиеся, и их родители могут пользоваться этой шпаргалкой. Сейчас летом, возможно, это не актуально. Но я делаю про запас, как белочка, в дупло все, все видео, да, складываю. Надеюсь, что актуальными они станут с началом учебного года. Но вообще можно заходить и смотреть другие видео. То есть я на YouTube выкладываю свои впечатления, где я бываю, что я вижу. Мне хочется этим поделиться, чтобы и другие увидели, помимо образовательных видео. Вот этот эфир прямой я также постараюсь загрузить на YouTube. Предыдущий эфир я смогла сохранить. И вижу, что его и там посмотрели, не только здесь. Меня это очень радует. Да, и также напоминаю про свою группу ВКонтакте. Дом знаний называется. Там я дублирую посты, которые я в Инстаграме выкладываю. Но там все-таки больше информации, потому что эта группа специально для студентов, для школьников, для родителей, чтобы посмотреть, как писать, что писать. И я выкладываю там информацию и по русскому языку, и для подготовки к экзамену, и по английскому языку, по литературе. Вот тот, кто у меня обучается, например, в течение учебного года, да, какие дети, какие классы. Вот для того я и выкладываю. Но в основном я все-таки ориентируюсь на старшую школу, на подготовку к экзаменам. Поэтому я думаю, это вот для блогеров это точно будет полезно. Общие проблемы, надо сказать, у выпускников и у блогеров. Да. Ну вот, пожалуй, все анонсы я сделала. Кто у меня сегодня был на эфире, я вам очень признательна, благодарна. Спасибо большое. И, как всегда, мое напутствие, пишите грамотно, живите грамотно. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok